Тропическая красавица орхидея никого не оставит равнодушным. Этот цветок хорошо растет в российских квартирах, хотя и является достаточно капризным. Наиболее требовательна орхидея к чистоте и обильности поливов, а также к качеству воды. Мы расскажем все о том, как нужно проводить орошение орхидеи, а также на какие нюансы обратить особенное внимание. Проводить орошение нужно по мере подсыхания грунта в горшке. Цветок не любит излишней влажности, но и периоды засухи не выносит. Есть несколько хитростей, чтобы определить необходимость полива. Посмотрите на стенки горшка, если на них есть конденсат, то проводить полив не нужно. Если воздушные корни стали бледными, то нужно проводить орошение. И наоборот, цветок с ярко-зелеными корнями не поливают. Если ваша орхидея растет в непрозрачном горшке, то определить степень просушенности грунта можно с помощью палочки, воткнутой в субстрат. Еще один способ – взять горшок в руки. Если он увесистый, с центром тяжести ближе ко дну, значит в нем еще много влаги, и поливать цветок не нужно. Важно, жидкость, которую вы будете использовать, должна отстояться и согреться. Идеальный вариант – собрать дождевую воду. При использовании обычной воды из-под крана или скважины, уменьшайте уровень ее жесткости с помощью щавелевой кислоты, пол чайной ложки на трехлитровую банку. Орхидеи не требуют частых поливов, но они должны быть обильными. Дело в том, что частое добавление воды влечет за собой скапливание влаги в горшке. А это прямая дорога к развитию гнили и последующей гибели цветка. При этом поливать растения нужно обильно, чтобы орхидея напилась вдоволь. От недостатка влаги замедлится рост орхидеи и станет скудным цветение. То, как часто вы будете проводить поливы, находится в прямой зависимости от двух факторов – времени года и фазы развития растения. Зимой поливать орхидею нужно не больше двух-трех раз в месяц. Летом полив проводится чаще, каждые 3-4 дня, плюс дополнительно нужно повысить влажность воздуха. Например, с помощью поставленного рядом с орхидеей блюдца, наполненного водой. Как полить в первый раз после покупки? Проводить орошение сразу после покупки цветка в магазине не нужно. Цветок помещается на карантин на неделю. После этого уже проводят полив. Первые поливы лучше осуществлять кипяченой водой, остуженной до необходимой температуры. Способы полива. Орхидея – весьма капризный цветок, который нужно поливать разными способами. Рассмотрим их подробнее. Горячий душ. Полив проводится из лейки очень теплой 40 градусов водой. Напор воды должен быть не сильным. Поливать необходимо до полного насыщения почвы под орхидеей. После процедуры дайте воде стечь, а растению немножко отдохнуть. Затем аккуратно уберите лишнюю влагу с листьев, пазух и побегов. Сразу переставлять растение в холодную комнату не нужно, иначе оно заболеет. Поэтому дайте ему немного времени, чтобы прийти в себя. Такой способ полива имитирует тропический ливень, а также убирает с цветка пыль и грязь. Важно при этом способе полива нежелательно использовать водопроводную воду. Она не подходит для орхидеи. Лучше приобретите небольшую лейку с насадкой. Опрыскивание корней. Данный метод применяется для цветов, которые растут без субстрата. Их нужно орошать как можно чаще, так как потребность во влаге у них выше. Проводят процедуру с утра. На пульверизаторе выбирают самое мелкое распыление, чтобы вода была как туман или взвесь. Интересно, что такой метод орошения можно изредка применять и для тех орхидей, что выращиваются обычным способом. Полив в подон. Орхидею лучше всего выращивать в специальном горшке с глубоким подоном. Тогда полив цветка осуществляется добавлением воды в этот подон. Субстрат напитывается водой постепенно. В результате в горшке поддерживается оптимальный уровень влажности, необходимый для цветка. Погружение. Этот способ напоминает обычный для орхидей полив в подон. Только вы просто опускаете горшок с орхидеей в подготовленную емкость с жидкостью на 10 минут. Этого времени обычно достаточно для того, чтобы почва в горшке пропитывается жидкостью. Но будьте внимательны ни стебель, ни листья, и уж тем более цветы не должны касаться воды в подоне. Поверхностный полив. А это самый обычный метод поливания. С помощью лейки с длинным носиком вы аккуратно разливаете жидкость по всей поверхности субстрата. Вода должна потечь из дренажных отверстий. Повторить процедуру нужно несколько раз. Такой метод используется только для утреннего увлажнения. В зависимости от времени года некоторые нюансы проведения процедуры различаются. Рассмотрим их чуть подробнее. В зимнее время орхидея чаще всего отдыхает, поэтому поливать ее нужно редко. Для нормального роста и развития цветку будет достаточно одного орошения в две недели. При этом обязательно следите за влажностью воздуха. Из-за батарей центрального отопления для цветка может быть слишком сухо в квартире. При этом нельзя опрыскивать цветок в это время года. В летние месяцы орхидея требует много жидкости. Поливать цветок придется каждые 3-4 дня. Также не надо забывать о горячем душе и опрыскивании. Для поддержания необходимого уровня влажности рядом с горшком орхидеи, надо расположить блюдце с влажной галькой, водой или мхом. Весной поливы учащаются по сравнению с зимними месяцами. В это время года нужно уже постепенно переходить на летний график поливов. Осенью, наоборот, количество водных процедур постепенно сокращают. Тем не менее, еще можно проводить санитарное опрыскивание с целью смывания с листьев пыли и грязи и придания им декоративного внешнего вида. Вегетационные периоды также вносят свои корректировки в режим орошения. Разберем, как поливать орхидею на разных этапах ее роста. Полив орхидеи во время цветения. В фазу активного образования цветоноса и непосредственного цветения орхидея требует больше поливов. Налить воду нужно очень аккуратно, чтобы случайно не капнуть на цветки. Если ваше растение цветет в теплые месяцы, то поливать его нужно где-то раз в 4 дня. Если же цветение выпало на зимние месяцы, то орошать надо чуть реже, примерно на каждый 7-8 день. Как поливать в период покоя? После окончания цветения субстрату в горшке с орхидеей дают полностью просохнуть, отсчитывают пару дней и уже тогда поливают орхидею. На этом этапе развития растения орошать цветок нужно не чаще одного раза в 2 недели. При этом вносить много жидкости не нужно. Как делать процедуру после пересадки? Как только вы пересадили орхидею, грунт в горшке нужно сразу же полностью пропитать влагой. Для этого больше подойдет метод погружения. Необходимо опустить горшок в подон на полчаса. После этого цветок оставляют в покое на 2 недели, а затем процедуру полива повторяют. Капризную орхидею лучше всего подкармливать во время поливов, используя специальные удобрения. Подкормку добавляют не каждый раз. Летом во время каждого третьего орошения. При поливе методом погружения жидкое удобрение просто подливают в воду. Если вы растите орхидеи на блоках, то питательный раствор можно добавить в жидкость для опрыскивания. Зачем цветку душ? Орхидея – это тропический цветок, а тропики характеризуются сильными тропическими ливнями. Поэтому иногда в условиях квартиры нужно воссоздавать такой ливень искусственным путем. Для этого орхидею поливают излейки теплой водой. Цветок очень хорошо реагирует на данную процедуру. Главное, не забывайте хорошо просушивать растения, чтобы влага не скапливалась в пазухах. Как правильно проводить опрыскивание? Опрыскивание должно быть мелкодисперсным. Проводят процедуру с расстояния не меньше 20 сантиметров, чтобы на листья не попали крупные капли воды. Вода для опрыскивания должна соответствовать всем требованиям орхидеи к жидкости, то есть быть теплой, отстоявшейся и мягкой. Запрещено опрыскивать те растения, которые продолжительное время находились на солнце. Зимой процедуру не проводят. Неправильный полив и болезни растения. Как уже говорилось выше, орхидею нужно поливать не часто, но обильно. Особенностью данного растения является способность накапливать воду в своих тканях. Если поливать растения слишком часто, то в горшке будет скапливаться излишняя влага. В итоге это приведет к развитию гнилостных процессов и грибковых заболеваний. Неправильное опрыскивание – частая причина ожогов листовых пластин. Если у вас несколько орхидей, то при орошении методом погружения в воду нужно полностью менять. Иначе есть шанс заразить все цветки. Что делать, если орхидею перелили? Первый признак того, что орхидея залита – это потемневшие сморщенные корни. Второй – листья начинают желтеть, сморщиваться и опадать. Все это в результате приводит к гибели растения. Спасти цветок можно с помощью пересадки. О том, как правильно проводить эту процедуру, читайте в нашей статье «Пересадка орхидеев и линопсис» в домашних условиях пошаговая инструкция. Что делать, если цветок засох? При первых признаках засыхания нужно сразу же возобновить поливы. Главные симптомы недостатка жидкости – засыхающий цветок, пожелтевшие вялые листья. Во время реанимационных процедур нужно проводить опрыскивание и орошение методом погружения. При этом нет никакой гарантии, что цветок удастся спасти. Поэтому просто не доводите растение до того состояния, когда его уже надо экстренно спасать. Разберем возможные ошибки в орошении орхидеи. Вода остается в пазухах и заливает точки роста. Из-за этого орхидея начинает подгнивать. Развиваются грибковые болезни, которые ведут к гибели растения. Неправильно подготовленная жидкость. Холодная или жесткая вода из-под крана не подходит для данного растения. Опрыскивание с близкого расстояния. Вода во время опрыскивания должна быть в виде взвеси. Если вы будете проводить опрыскивание с расстояния менее 20 сантиметров, то на листья цветы и в пазухи попадут крупные капли. Избыточное орошение – это приводит к загниванию корневой системы и гибели цветка. Недостаток полива. Обратная ситуация. Орхидея слабо растет и плохо цветет. Растение теряет свою декоративность. Правильный полив – залог здоровья орхидеи. Воссоздайте в условиях своей квартиры подобие естественных условий произрастания орхидеи, и она откликнется пышным продолжительным цветением.